Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Аминь Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Он начинается такими словами. И в общем-то здесь псалмопевец Асав, он говорит о том, что очень многие люди в этом мире переживают, когда они видят того, кто более успешнее их. Когда ты едешь в жару в 35 градусов, в жаркой газели, в маршрутке, кто-то с комфортом, с кондиционером едет на Мерседесе. И ты понимаешь, что многие люди, они зарабатывают деньги, а кто-то зарабатывает, может быть, нечестиво, нечестно. И человек едет, человек осуждает, и он сопоставляет свою жизнь, сопоставляет свои трудности с жизнью каких-то других людей, более успешных. И вот Асав говорит, а едва не пошатнули ноги мои, и он уже начал даже где-то роптать к Богу. Ты как бы не видишь. Несправедливость. Несправедливость. Почему так? И вот ответ, который он находит. Ну, если бы я сказал с 15 стиха, он начал искать Бога, он начал искать встречи с Ним, и Господь открылся ему и показал будущее, будущее нечестивого человека. Поэтому, когда мы живем своей жизнью, никому не завидуя, мы живем своей жизнью. Когда мы кому-то завидуем, мы пытаемся прожить жизнь другого человека. Я убежден и я уверен в том, что Бог каждому из нас дал судьбу, место рождения, времена, свои испытания, свои трудности. И Он, друзья мои дорогие, через все нас проведет. Потому что Он обещал, я буду с вами, я не оставлю вас, я не покину вас. Самый первый псалом начинается, что блажен муж, боящийся Господа, да? Человек, который не ходит на совет к нечестивым. Что значит не ходить на совет к нечестивым? Это значит, когда в твою жизнь приходят какие-то трудности, не бежать к нечестивому человеку, спрашивать совета. Нужно закрыться в своей комнате и вопросить Бога, почему это со мной происходит. И даже когда ты, может, будешь задавать Богу, почему это с тобой происходит, Бог не всегда ответит тебе, когда уже что-то случилось. Просто говори, Господь, как жить дальше? Открой мне путь, явись мне, покажи мне, пожалуйста. Потому что Слово Божие говорит в книге притч, если, Валентин, позволишь, я айпадом постараюсь быстро воспользоваться и открыть одно место из священного писания, притчи 14 глава, 8 стих. Мудрость разумного знания пути своего. Но мы знаем, что мудрость, она приходит от кого? От Бога. Все, что мы получаем в этой жизни, образование, друзья, это всего лишь знание. Но мудрость, это когда ты знаешь, как этим знанием пользоваться. Сколько людей с высшим образованием, с красными дипломами, они знают, как движутся деньги, они знают все об экономике, но у многих денег нет. Парадокс. Парадокс. В этой жизни, на самом деле, очень много парадоксов. Но знание от мудрости отличается тем, точно так же, как и Слово Божие, ты можешь знать всю букву на память, но это пока не станет твоим откровением, пока это слово не войдет в твой дух и не загорится внутри тебя. Это все останется на уровне знания. И ты так, зная Священное Писание, зная Тору, будешь жить все равно своими какими-то мерками, измеряя жизнь и решая какие-то трудности, проблемы своими человеческими усилиями. Но бывают в жизни времена, когда человеческих усилий не хватает. И во второй главе, во второй книге Паралипоминон, по-моему, в 20 главе, да, говорится о царе Иосафате. Когда вышли на него войной, и когда он призвал весь народ молиться, дети постились, взрослые постились. То есть началось поклонение Богу. Началось поклонение, да. И он говорит, что силы в нас не стало против такого множества войска. И представляете, лидер нации, можно сказать, человек, который ведет народ, он говорит такие слова. И мы не знаем, как нам быть. А в жизни бывают такие дни, когда ты не знаешь, как тебе быть. Когда некому дать тебе совет. И они начали искать Божьего лица. Они пришли в Дом Божий. Они начали молиться. Они начали поститься. Они начали искать Божьего лица. И тогда поднялись пророки и дали им ответ от Господа. Помните 30 главу книги Первой Царств? Когда друзья Давида, когда они пришли в Секилак, город сожжен огнем. Жены уведены. Дети уведены. Люди, которые отдавали за него жизнь, решили побить его. И Давид остается в одиночестве. Ешуа был в пустыне в одиночестве. Ешуа был в Гевсиманском саду, потому что волонтеры, ученики, которых он учил, уснули. И очень часто мы бываем одни, но не одиноки. Даже в такие времена с нами Бог. И что написано в Священном Писании? Бог ангела послал, и ангел утешил. Подкрепил Ешуа там, в Гевсиманском саду. И очень интересно, в Евангелии от Матфея, в 4 главе, когда дьявол искушает Иисуса Христа, то, о чем вчера проповедовал Джейми. Джейми, Джейми, мне его всего, Джеймис хочется назвать, Джейми, проповедовал вчера, да, что это все предано мне. И он говорит, я тебе все верну, все вот это дам, только падши поклонись мне. И Ешуа говорит, Господу Богу твоему что? Поклоняйся. И ему одному служи. Смотрите, он не сказал, на первое место не поставил служи Богу. Он на первое место поставил поклонение. Утром сегодня с Валентином мы общались, извини, я так инициативу взял в свои руки. Мы сегодня утром с Валентином общались, потому что именно в поклонении Бог нам открывается, друзья. Именно в поклонении мы познаем его характер, познаем его сердце, познаем его природу, получаем откровения для своей жизни, получаем какие-то ключи, с помощью которых мы можем открыть те сферы, которые, может быть, уже давно-давно двери, в которые мы ломились, пытались войти, но мы не можем войти, потому что они закрыты, сверхъестественно. И именно в поклонении Бог нам дает эти откровения, дает это свое слово, дает это обетование. Если вы помните, был такой великий муж Божий, Дерек Принц, человек, который служил Богу. Его жена Руф, она заболела неизлечимой болезнью, и врачи сказали, что ты должна умереть, и даже срок ей поставили, сколько ей осталось жить. И она стала искать в Слове Божьем, что Бог говорит об исцелении. И в книге Псалмова она нашла место, в Священного Писания, которое стало ее откровением. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Не умру, но буду жить и возвещать дела Божии. И вы знаете, это слово, оно стало спасительным якорем для нее. И может быть кто-то ходит в море, моряки есть? Как в Одессе без моряков. Я не знаю, читали вы или нет, но на каждом корабле есть такой якорь спасения. Слышали о нем что-нибудь? Ешуа еще называют якорем спасения нашего. Это когда корабль садится на мель, вот этот якорь спасения кладут в лодку, отплывают на глубину, бросают его на дно, и потом лебедкой вот этот якорь вытягивает весь корабль. Так вот, когда мы в нашей жизни садимся на мель, мы должны просто себя волочь в комнату, где якорь спасения, чтобы Ешуа, наш Бог, Он вытянул нас с нашей мели опять на глубокие воды, в глубокие отношения с Ним. И вы знаете, в 20 главе, во 2 книге Паралипоменон, израильтяне одержали победу и еще 3 дня потом собирали добычу. И по сей день, Слово Божие говорит, это место называется долиной благословения. Вот что приносит откровение Божие, когда оно есть в твоей жизни. Знаете, но я люблю всегда цитировать не только то, что написано в Священном Писании, для меня очень важно еще личное свидетельство. Потому что что сделал Бог для израильтян несколько тысяч лет назад, это, конечно, круто и хорошо, я в это верю. Но извините, я живу свою жизнь, правильно? Точно так же, как каждый из вас. Я болею своими личными болезнями иногда. Я решаю какие-то свои личные трудности, личные проблемы, личные переживания. И мне что нужно? Мне нужно мое личное решение. Мне нужен мой личный спаситель, который поймет меня как никто другой. Потому что иногда в жизни есть времена, тебе даже человеку не хочется сердце открывать, потому что ты убежден, что человек тебя не поймет. Но есть Бог, который обязательно тебя поймет. И ему необходимо открывать свое сердце. И поэтому псалмопевец Асав говорит, «Вошел я во святое святых, во святилище, и я увидел конец их». Знаешь, вот ты говорил о том, что воззовите об имени Ишуа. Перед тем, как мы приехали сюда, с Джеми, есть вот этот парень, который на барабанах играет. Его знакомая... Габриэль, его знакомая... Если вы помните, у Дамасских ворот недавно были эксциденты, где палестинцы, люди, которые живут в той же части Иерусалима, нападали на израильтян и резали ножом. Помните, да, вот этот момент? И Габриэль говорит, «Слушай, одна женщина, которая попала в этом автобусе под нож этого... Она усыновляет и подбежит». И тот просто в ужасе оставил свое орудие смерти и убежал. Вот знаете, вот момент поклонения и любви к Богу, наверное, ты не думаешь, как оно все будет. Ты начинаешь взывать в то самое, может быть, не самое лучшее время. И Бог выходит навстречу. Бог хочет войти в нашу жизнь, когда мы уповаем на Него. И Он будет открываться. Вот момент такой, что есть сегодня люди, которые думают, что не ходя в общину или церковь, будучи самим, вот я сам собой, я знаю Бога, я ему поклоняюсь и дома, я и на работе, вот сам себе. И я верю, что эти люди немного в заблуждении, буду говорить так прямо. Потому что некое кооперативное совместное собрание, где мы поклоняемся вместе, то, что было Богом запланировано. И храм Господень, это не было индивидуальным каким-то местом для одного, иметь какой-то камушек, для него поклоняться, да, там, Богу. А это было место встречи всего Израиля и с Богом Авраама и Цаха Якова. То место, где родилась община или церковь, которая первоапостольская, нечто, место, где Бог хотел встречаться с людьми. Кагила, то есть община, церковь, это то место, где Бог хочет открыть себя. Более того, что Бог дал израильскому народу праздники. Совместные. Совместные, совместные. И поэтому я думаю, что это не идея пасторова, не идея раввинов, чтобы люди собирались вместе на служение, богослужение. Это вообще идея принадлежит Богу. Он инициатива всего этого. Я буду являться вам, да. Бог хочет, чтобы явиться всем нам. Я хочу, чтобы мы поняли одну вещь, что поклонение и фокус нашей конференции о поклонении, это не просто песни, которые мы поем. Это не те песни, которые, может быть, нам приходят на разум или танцы, которые мы делаем. Все это часть общего поклонения, потому что не все певцы, кто из вас не умеет петь, например, я не могу петь. Я честно скажу, мне всегда мои дети говорят, папа, тебе медведь наступил на ухо. Не пой, ты фальшивишь. Я говорю, согласен, но молитву Аарона всегда прочитаю, спою ее. А вот играть, кто из вас может играть, а кто не может играть? Это как в анекдоте, да, приходит человек после операции к доктору с руками такими, говорит, доктор, доктор, после всего этого я смогу играть на скрипке. Ну, конечно, сможете. Вот хороший доктор до этого не умел. Понимаете, здесь момент такой, люди, наверное, неправильно понимают вообще, что такое кахила, что такое поклонение. Это нечто, наше состояние, где мы встречаемся с Богом, да, вот. Аминь. Это удивительно. Из опыта буду говорить, для меня, например, песни, это является молитвой. Молитва является, например, зачитыванием мест Писания, которые провозглашают, как говорил Руф, что я не умру, но буду жить. Для меня поклонение это, я честно скажу, что уборка в доме, потому что дом мой должен быть чист, принять друзей, верующих друзей. Это, наверное, гостеприимство является тоже поклонением, которое мы иногда пренебрегаем. Помните, что не знавши, они приняли ангелов. Извините, ангелы не ходят в гости просто так. Заметьте в Писании. Так что иногда нужно принимать странников, которые к тебе приходят, и ты выявляешь свое поклонение Богу, расположение, и Бог хочет к нам иметь такое отношение. В моей жизни был опыт, когда со мной вели переговоры о моем приезде на один концерт, и ехать нужно было порядка 700 километров, и приглашающая сторона говорит, ну, мы оплатим тебе динфин. Бензин, нет, бензин, заплатим тебе. Вот, и когда, понимаете, что когда ты работаешь в студии, для того, чтобы записать качественно песню, это стоит дорого очень, чтобы она соответствовала уровню, чтобы это мало, нужно написать такую песню, либо купить, потом и аранжировать, чтобы эта песня была конкурентоспособной с другими, и радиостанциям ее было бы интересно проигрывать. Но, в общем-то, профессиональное занятие музыкой, если об этом говорить, это, ну, дорогое удовольствие. И когда я пытался с приглашающей стороной говорить об этом и объяснять, сколько это все дело стоит, я не был услышан. Они сказали, ну, извините, мы не можем оговаривать вопросы финансов и какого-то благословения или гонорара, как в шоу-бизнесе это все дело называется. И тогда, наверное, у нас ничего не получится. Но на следующее утро, в 5 утра, меня Бог просто поднял, и я пошел молиться. Есть такое время, когда ты сверхъестественно просыпаешься, твой дух начинает просто искать встречи с Богом, и я ушел молиться. И я молился, и Господь мне сказал, что ты должен поехать в этот город. Даже если они просто покроют расходы транспортные тебе, ты должен поехать и должен служить там. Я позвонил сразу же в обед, сказал, что я приеду вместе с моей супругой, и мы приедем и будем служить у вас, и сделаем все, что мы можем сделать для вас, самое лучшее, чтобы быть благословением. Вы знаете, когда люди узнали об этом, и я приехал в этот город, я проехал 700 километров за рулем, и они сняли нам с женой такую гостиницу, которую построили там буквально недавно со спа-процедурами на счет. В ресторане просто положили большую сумму денег и сказали, чтобы мы читали меню, а не читали цены. И было замечательное служение, было очень много молодежи, около 50 человек, подростков, на этом выступлении покаялось. Потом еще было, на следующий день было служение в церкви, и люди тоже были очень благословлены. И когда мы уезжали, нас еще благословили материально. И это как раз была та сумма, может даже чуть больше, о которой мы предварительно вели разговор. Вы знаете, Бог ищет нашего послушания на самом деле, потому что не всегда и все в нашей жизни могут решать деньги. Не все решают деньги. Они важны, они нужны, но они не все решают. Если у тебя есть взаимоотношения с Богом, ты должен ценить то, что ценит Бог. И если Он тебе говорит что-то сделать, возьми и сделай. Я всегда люблю приводить в пример царя Саула и царя Давида. Царь, царский статус. И этот помазан пророком Самуилом, и этот помазан пророком Самуилом. У того Божие помазание, и у того Божие помазание Бог возвысил Саула, чуть позже Бог возвысил Давида. Но если вы прочитаете внимательно сегодня, когда может придете домой, первую книгу царств, 15 главу, вы увидите, в чем была ошибка Саула. Он трижды говорит Самуилу, когда он говорит, что это за бление, я овец слышу. Он говорит, да нет, мы все, это мы оставили для того, чтобы принести и отдать лучшее в жертву Богу твоему. И в следующий раз опять Богу твоему. И потом трижды он говорит Самуилу, что это мы оставили для того, чтобы сделать жертвоприношение Богу твоему. Смотрите, Бог его нашел, когда он был никем. Бог его возвысил, Бог его поставил, Бог его прославил, Бог его утвердил. Но он так и не сделал Бога своим Богом. И когда мы читаем псалмы Давида, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Мы понимаем, в чем секрет успеха Давида и в чем было, ну, поражение, можно сказать, это внутреннее, внутри нас все это происходит, поражение царя Саула, хотя он был Божьим человеком, он был избран Богом, он был поставлен для того, чтобы служить Божьему народу. Но не всегда хороший старт означает хороший финиш. Поэтому вечером, друзья, ожидаю всех вас на вечере хвалы и поклонения. И у меня будет замечательная проповедь, которая называется «Забег длиною в жизни». Добро пожаловать. И приводите друзей. Я думаю о царе Давида сразу. Потому что твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом, где ты умрешь, там и я умру, сказала его бабушка. Хорошая бабушка была, правда? Поэтому научила человека правильным вещам, что Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Кадош, 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 свят, свят, свят. Но слово кадош, отделенный на праведность. И Бог на самом деле, Он отделен святостью Своей, но при всем этом удивительный. Бог вообще удивительная личность, которую познать нам невозможно. Он говорит, я хочу пребывать в словословии народа Своего. Я хочу пребывать. И здесь такая интересная вещь, что Исаия говорит, что Он свят, а я нет. Я не достоин, а Он решил это сделать. И в Ишуа Мессии мы можем быть недостойны быть спасенными людьми, потому что никого нет праведного, нет ни одного. И при всем этом Он говорит, я искупил тебя. Я отдал свою жизнь. Ты мой навеки. И Он ходатай нового завета. Он ходатайствует за нас, чтобы мы были приближены к Нему. Свят, свят, свят Господь. В книге Откровения это все повторяется? Правильно. Откровение, оно параллелью такое идет. И заметь, что на небесах не будет проповеди уже. Ты меня аж удивляешь. А что я буду делать? Будешь петь свят, свят, свят. Причем не мимо ноты, а прямо в ноты. Понимаешь? Дай Бог, чтобы еще там подправил мой слух Господь. И вот момент такой очень важный, потому что, когда мы осознаем поклонение, что Бог свят, мы чувствуем, что мы нуждаемся в Нем. Я скажу одну историю. До того, как я стал еще проповедником, поехал еще в библейскую школу учиться. Так история сложилась, что я работал в госпитале уборщиком. Не самое славное время, но самое важное время для моей жизни. Бывало такое время, что я Евангелие от Иоанна прочитывал за несколько дней, на перерывах, потому что Бог так ввел меня об этом моменте. И вот убирать полы. Знаете, как испытываются вообще уборщики? После каждой уборки, когда ты все слаживаешь, приходит твой начальник и проверяет все тщательно, смотрит, смотрит. И вдруг где-то он останавливается. Супервайзер. Да, такой, это как с дюбин, как полицейский. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты сам работаю, я понимаю. После этого немножко поссорился с Иоанна Салимом. Но ничего. Но момент такой, что он останавливается и говорит, что здесь происходит. Другими словами, он смотрит, там грязь. И он смотрит твою реакцию. Ты уже работал почти весь день. Все это отмыл, все это отдраил. Все уже сложил. Весь инструмент. Все сложил. Ты готовить и домой. Он проверяет тебя и говорит, что это. И знаете, когда я сказал, это грязь, он говорит, тогда мы с тобой поработаем. О чем я? Вот момента, когда Бог является в поклонении нам, Он всегда открывает ту сторону, где у нас не все в порядке. И если мы говорим, что это, да, Господь, это грязь, это, я с этим не могу жить, исправь меня, избавь меня от этого, Он говорит, я готов с тобой поработать. Я готов с тобой поработать. Но если мы начинаем говорить о том, что я это не делал, вообще-то это люди, я там все убрал, кто-то наследил, кто-то виноват, причем здесь, я уже домой спешу. Если мы хотим оттолкнуть это, Бог говорит, тогда ты сам за себя. И вот здесь момент очень важный. В поклонении, друзья, в поклонении, когда мы поклоняемся Богу, что бы это ни было, это было служение, пение, танцы, что бы ни происходило, где Бог открывает наше состояние сердечное, вот там Он хочет нас и изменить, если мы согласимся. Поэтому Исаия говорит, вау, я вообще как бы, я грешный человек, я видел Господа, Превознесенного, то есть, мне нужен Бог, я никто, я ничто. И вот на самом деле, вот для меня это, наверное, состояние поклонения, где я могу сказать, Боже, пролетел. измени меня. Настоящее поклонение, когда мы осознаем, что Он велик, и только Он может испрать эту ситуацию. Когда мы говорим о хвале поклонения как служении, мы не должны забывать, это не песни, танцы, это наше отношение с Богом, наше личное отношение. И если мы открыты, чтобы нас обличал, тогда Он свят, а мы... Нет. Что говорил Иоанн Креститель? Мне умоляться? Мне умоляться? Кому умоляться? Нам, людям, которые понимают, кто Бог есть. Амин. 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 У Иисуса, у Иешуа, я уверен, тоже время было для личного поклонения. Не написано, что Он делал, потому что, если бы мы знали, мы бы это возвели в традицию и в религию. Но Слово Божие так, скользь говорит Евангелие от Луки, что по обыкновению, пошел помолиться. Или зашел на гору. Да? И по обыкновению, то есть у него было обыкновение, то есть это было частью его жизни. Рутина. Ну, сказать, рутина. Обыкновенная. Ну, как мы по обыкновению встаем, и даже не задумываясь, кто-то бутерброд намазывает, пьем кофе. По обыкновению. Это уже как часть жизни. И написано, что по обыкновению. Об апостоле Павле написано, что он по обыкновению вошел к ним в синагогу и проповедовал. То есть должны в нашей жизни быть вещи, которые будут неотъемлемой частью нашего естества, частью нашего характера. это когда, если ты верующий человек, у тебя должны быть взаимоотношения с Богом. Потому что, не зная Бога, тебе будет тяжело о Нем петь, тяжело Ему словословить, тяжело Его восхвалять, потому что для тебя это будет как закрытая тема. Ты не будешь понимать, что происходит. Поэтому выстраивайте ваши взаимоотношения, дорогие, с Богом лично, 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 потому что вы живете своей жизнью, своей личной жизнью. И когда вы будете приходить потом в собрание, у вас всегда будет слово, свидетельство, вы будете в радости. Почему? А потому что вы будете знать, что Бог живой, Он это сделал для меня в моей жизни. Когда я покаялся, моя Татьяна, супруга, была беременна первым нашим ребенком, Анастасией. И так получилось в больнице, что там возникли нюансы, проблемы. В общем, спустя три недели наша дочь умирала. Мне было 20 лет, у меня не было ни связи в медицине, никого не знал. Город Минск, я после армии женился, остался в нем, был новым городом для меня. Но я уже ходил три месяца в собрание, ходил в церковь, я читал Слово Божие, и я на память знал места об исцелении, что Он взял наши немощи, понес наши болезни, что не знавшего греха, Петр говорит, Он сделал для нас жертву за грех, ранами Его вы исцелились. И апостол Павел в послании к евреям говорит такие слова. Не принесло им пользы Слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Вы слышите, что пользу должно приносить Слово Божие кому? Тем, кто верой его растворяет в своем сердце. Но также иногда тебе веры может не хватать. И ты говоришь, Господи, помоги моему неверию, милости прошу, милости прошу и благодати. И когда врачи говорили, что ваша дочь умрет, мне некому было бежать. Я закрылся в своей комнате, я просил Господа об исцелении. Бог восстановил и исцелил нашу дочь. И феврале уже исполнилось вот 24 года, в августе выходит замуж. В августе. Имя Анастасия, что значит воскресшая. Я знаю, многие из вас, наверное, уже слышали это свидетельство. Но вы знаете, это, когда Господь вот как явился мне вот в исцелении моей дочери, это помогает мне на протяжении многих лет оставаться верным Богу и следовать за Ним. Хотя я не всегда такой вот пушистый, праведный, святой человек. В моей жизни, как у обычного человека, всякое происходит. Но я понимаю, что я не смогу стоять там, где Бог меня поставил без Его. Вы слышите, мы очень часто пытаемся подняться на какие-то высоты, подняться на какие-то позиции, добиться какого-то статуса в этой жизни. Но ты можешь подняться и уповать на Бога и подниматься туда вместе с Ним. Но странно всегда с нами происходит, когда мы чего-то достигаем, гордость к нам приходит. гордость нас обкладывает и мы забываем того, кто возвысил нас. Знаете, когда с Валентином мы разговаривали, начали просто прославлять Бога и пиражей страной над вашим городом ослабевают вот эти узы, узников. Амин. Этому поклонение на самом деле великое силу. Я хочу пригласить нашу команду из Израиля подойти, встать за инструментом и еще будем поклоняться. Вот захочет вот наш проповедь, диалог такой для всех. Я хотел бы словами самого Исаии из 6 главы и говорит, тогда пролетел ко мне один из Серафимов и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами, не своими руками, и жертвенника. Коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих и беззаконие твое удалено от тебя и грехи твои очищены. Знаете, что человек не может сделать сам для себя? Человек не может спасти себя. Мы можем все, мы можем позвонить друзьям, мы можем еще наговорить, наделать, но что человек не может сделать, так это спасти себя. Спасает Бог, как говорил Александр, в этой темнице упали у всех оковы. Свобода пришла. В поклонении, когда мы приходим к Богу, падают наши оковы, наше состояние, где мы можем только обратиться к Богу, где Бог нас спасает. И что бы ни было в твоей жизни сегодня, что бы ни происходило, верь, что в его присутствии упадут эти оковы, придет спасение, надеющийся на Господа не постыдиться, не постыдиться. Мы сейчас встали в наши ноги. И если у нас есть какие-то оковы, которые держат нас, если у нас есть какие-то вещи в жизни, где мы не открылись, где мы еще не пережили Бога реальности, давайте сегодня, как Исаия в этой агонии, может быть, ситуации, которая приближалась в Израиле перед этим изгнанием, может в вашей жизни что-то происходит, вы чувствуете, что-то происходит, может что-то серьезное произойти, не терять надежду, но войти в этот храм через восточные ворота из земли рассеяния в землю, куда Бог хочет нас привезти, там, в этом храме войти во святая святых, увидеть рясы его, увидеть славу его, и услышать голос ангелов и херувимов, которые говорят свят, свят, свят Господь Саваоф. Я говорю вам из опыта, что падут эти оковы, в поклонение приходит абсолютный мир, и можем сказать самим себе, все будет хорошо, все будет хорошо, потому что любящим его, любящим его, а если я люблю, я вхожу в этот дом, я, может быть, почти посмотрел на людей, на моих соседей, что приткнулся, они ожирели от всего, изобилия, я, может, приткнулся, но я вошел в храм, и я сказал, все будет хорошо, аминь, по-рус, аминь, я, может, я, может,